Да, это будет очень необычный ролик для моего канала. Это видео, которое мне очень тяжело, правда, очень тяжело записывать. Потому что сегодня я буду говорить о Mojang, о компании, которая делает всеми известную мою любимую игру Minecraft. И говорить я буду далеко не о том, что всё здорово и классно, нет. Я буду говорить о том, как я потерял всяческое доверие и любовь, искреннюю любовь к этой компании. Но обо всём по порядку. Мои подписчики знают, как я пристально слежу за новыми обновлениями. Осколы гометиста, ребята, ууу! Я думал, это как блог будет. Падает кусочек золота, да, вот такой вот кусочек золота. Усоль у каждый новый блог, восхищаюсь каждому багу, который пофиксили разработчики. Многие, наверное, помнят, как я визжал от радости, когда разработчики анонсировали пещерное обновление. Так, пещерное обновление! Сразу же, сразу же! Ёпта! Лё, какая тварь! Какая построгавая! Да и не только я визжал от радости. Всё комьюнити Майнкрафта, все ютуберы были восхищены. Ууу! Капец, какая тварь! Даааа, они это сделали! Вот только если бы мы, все мы, и я, и ты, и даже все ютуберы, если бы мы знали, что нас ждёт дальше, мы бы отнеслись к этому явно по-другому. И поверь, всё это произошло не моментально, не по щелчку пальцев, всё это накопилось. Накопилось за долгие годы. Давай отправимся в прошлое, в 2017 год. Моджанг анонсирует супер-дупер пак. Ты, наверное, уже и не помнишь. А я тебе напомню. Это супер-крутой ресурс-пак, который должен был улучшить графику Майнкрафта, текстуры, анимация и всё прочее. Короче, это Майнкрафт, но только покрасивее. Для тех, у кого устройство потянет воспроизвести такую графику. Не важно, как ты к этому относишься. Может быть, тебе вообще не нравится эта идея с супер-дупер паком. Но факт в том, что разработчики анонсировали это и сказали, что такое будет добавлено в игру. Спустя кучу времени и переноса, в 2019 году, спустя 2 года, разработчики сказали, что супер-дупер пака не будет. А знаешь почему? Потому что Майнкрафт якобы не потянет такое. 2 года. 2 года мы ждали. Надеялись. Но разработчики почему-то не могли вначале проверить, можно ли такое сделать, а потом уже анонсировать. Я не буду объяснять, почему это полный трындец. Мы просто фиксируем это и переходим дальше. 2019 год. Майнкон. На котором я, кстати, был официальным рестримером от русскоговорящих людей. Мы к этому ещё вернёмся. Так вот, нам в очередной раз дали выбор. Выбор за новый биом, который добавят в Майнкрафт. Ну, точнее, обновят. Все мы проголосовали, лично я и большинство других игроков проголосовали за горы. И они победили. Естественно, все подразумевали, что раз мы выбрали этот биом, значит его обновят к следующей версии Майнкрафта. Но спустя какое-то время, Моджанг заявляют, что горы не будут обновлены в версии 1.15, которая должна была выйти вскоре. И даже не в 1.16, которая должна была выйти через год. А только в 1.17. Да и то не точно. Нас опять обманули. Потому что выбор это та процедура, которая происходит в нужное время. Я попытаюсь объяснить. Невозможно выбрать президента в 1941 году, но чтобы он вступил в должность в 2021 году. Время изменилось. И выбор людей тоже может поменяться. Это абсурд. Это просто обман. Очередной обман и разочарование. Я не буду говорить про прочие разочарования, которые были в последние годы. Про Майнкрафт Данженс, которые переносили раз 200. Про версию 1.14, которая так и не стала играбельной и так далее. Пора вернуться в настоящее время. Майнкон или же Майнкрафт Лайв, как он теперь называется. 2020 года. Меня опять выбрали официальным рестримером. И я с гордостью взял на себя эту ношу. Вместе со всеми Майнкрафтерами мы смотрели презентацию. Презентацию, на которой нам показали пещерное обновление. Сколько эмоций, радости, восторга. Все комьюнити разом вдруг простило Моджинг за все прошлое разочарование. И мы все снова поверили. Мы купились на этот красиво упакованный подарок. Одно из самых больших обновлений Майнкрафта. Которое нам пообещали выпустить летом 2021 года. Да, нам пообещали. 14 апреля 2021 года. На канале Майнкрафта выходит видео, в котором разработчики говорят, что они не успеют сделать обновление в срок. И поэтому они решили его разделить. В первой части пещерного обновления, которое должно выйти летом, будет представлено все, что не связано с генерацией мира. А во второй части, которая должна быть выпущена в новогодние праздники, все остальное. Ну, как все остальное? Археология, которую также презентовали на Майнкрафт Лайве 2020 года. Ее решили вовсе отменить? Ну, правда, зачем нам археология в Майнкрафте? На, на, пчелок бы. И, ну, нормально. Я говорю отменить, потому что никаких точных дат нам не сказали. Предполагаю, что археологию мы увидим не раньше версии 1.19. Или не увидим ее вообще. Кстати, о горах. Помнишь, да, что их должны были добавить в версии 1.17? Да-да, их тоже не будет. Они будут в 1.18. Наверное. Да, наверное. Но и это еще не все. Спустя пару недель выходит снэпшот, в котором нам говорят, что летом будут не все нововведения, кроме тех, что связаны с генерацией мира. Не будет еще некоторых предметов. Свечек, мешков. Не удивлюсь, совершенно не удивлюсь. Если не будет чего-то еще. Ты только вдумайся. Они выпускают ролик, где все по полочкам раскладывают. Говорят, что будет, а чего нет. И спустя пару недель они уже меняют свои планы. И вот теперь, когда ты знаешь всю предысторию, я хочу вынести некий итог. Всех тех игроков, которых впечатлила новость о новом обновлении. Всех тех ютуберов, которые отчаянно рекламировали это обновление. Всех их просто обманули. Обманули и кинули. Теперь, когда на следующем Майнконе нам покажут что-то новое, мы не будем кричать и радоваться. Мы будем держать в голове тот факт, что это все обман. Это будет когда-то в будущем. Далеко в будущем. А может и не будет вообще. Моджанг, которых так любят и почитают все игроки Майнкрафта, да и не только Майнкрафта, напрочь утратили всякое доверие и любовь к себе. По крайней мере с моей стороны. А вот как насчет тебя, мой подписчик? Или же зритель, который наткнулся на этот ролик? Я не знаю. Снимая этот ролик, я не хочу втоптать в грязь разработчиков моей любимой игры. Я не хочу и не буду никого оскорблять. Я надеюсь, я искренне надеюсь, что я не один такой, кого эта ужасная ситуация волнует. И если это так, если таких как я много, я уверен, что разработчики Майнкрафта к нам прислушаются и не будут допускать подобного впредь. Ах да, как и обещал, давай вернемся к тому, что я дважды был официальным рестримером главного ежегодного фестиваля Майнкрафта в сообществе русскоговорящих людей. Вероятнее всего, после такого ролика меня больше не позовут быть им. И я это понимаю. Я понимаю, но молчать я не собираюсь. Для кого-то Майнкрафт это просто игра, но не для меня. Для меня Майнкрафт это полноценная часть моей жизни. А мне не безразлична моя жизнь.